Вулканский салют человечества! В сегодняшнем ролике мы будем отделять аудиозвуковые дорожки от видеозвуковых дорожек, настраивать сцену звука и в общем-то удобно ее добавлять абсолютно в любые сцены в OBS. Поехали! Не будем терять времени. Сначала нам понадобится конечно же OBS, если его по каким-то причинам нет, то скачиваем устанавливаем, ссылка будет в описании. Заходим на главный сайт OBS Studio, можно скачать прямо отсюда Windows Mac Linux, можно вкладка скачать и выбрать свою операционную систему и скачать уже как зазипованный архив через Torrent Tracker, либо просто XS, что удобнее всего. Пока открыт браузер, заходим на GitHub и находим, нам нужен один плагин Win Capture Audio, ссылка также будет в описании. Когда мы попадаем на страницу, с ним находим кнопку релизы и ищем прям самую последнюю версию, вот здесь вот будет вкладка assets. Можно скачать XS, установочник, а можно зазипованный файл, кому как удобнее. Я расскажу как сделать и так и так. Итак, все, софт у нас когда весь скачан, устанавливаем OBS. Если скачали Win Capture Audio установщик, тогда мы его запускаем, соглашаемся со всей парашей, except конечно же. Так, install и он, ну вот у меня OBS включен, он конечно же устанавливать не будет, плюс у меня это установлено, он сам автоматом находит папку с плагинами именно внутри OBS и ставит все куда нужно. Если же архив, тогда тут все чуть-чуть придется поделать ручками, но в этом ничего страшного нету. Мы распаковываем архив в любое удобное место и находим внутри две папки Data и OBS Plugins. Мы их копируем туда, куда установлен OBS, то есть в моем случае это C Program Files OBS Studio. Если система Windows 32-битная, тогда будет путь C Program Files x86 OBS и вставляем сюда эти две папки, да, с заменой соглашаемся на все. Все, плагин наш установлен, нам это не нужно. Запускаем OBS, если он был включен, то перезапускаем его обязательно. И здесь у нас в источниках появляется захват звукоприложения Beta. Что мы с этим делаем? Итак, мы добавляем новую сцену, нажимаем плюс, вводим название сцены, саунд, аудио, звук, блин, неважно вообще, абсолютно неважно, на что хватит полета фантазии и, в общем-то, что мы хотим от этого всего получить. Все зависит, на самом деле, от этого. Ну и плюс удобства, конечно же, его никто не отменял. Итак, что мы делаем? Допустим, у нас есть игра, у нас есть какой-нибудь музыкальный проигрыватель, у нас есть Discord. Чтобы подцепить звук каждого из этих приложений, мы добавляем в источники захват звукоприложения. Называем как хотим, допустим, Game. Здесь выбираем в окнах именно нашу игру. То есть, в моем случае, психонавты. Нажимаем ОК. Все, звук игры, он подцепился, он есть. Далее, нам нужно туда какую-нибудь фоновую музыку вставить, чтобы она играла. Опять же, захват звукоприложения. Называем музыка. Я не хочу менять язык, мне на западном типа попроще ориентироваться. Выбираем окно, в моем случае Spotify. Это может быть браузер, это может быть AIMP, я не знаю, VINAMP, если вам 700 тысяч лет. Да, все что угодно. Windows Media, может быть, у кого-то. И, допустим, нам нужно добавить сюда чаты. То есть, Discord, TeamSpeak, блин, Skype, не дай бог. Может быть, в Телеграме вы общаетесь. Короче, это не важно. Тоже самое захват звукоприложения. И называем его как хотим. И выбираем наш Discord. Все. Музыка, звуки, игра готова. И таким образом мы можем добавлять, наверное, неограниченное количество источников. Главное, куда упираются мощности ваших железок, чтобы этого всего хватало. И для удобства всего этого, чтобы не гонять, вручную не добавлять в каждую сцену, допустим, по записи, под стриму и так далее, мы нажимаем в источниках плюс и создаем группу. Группу называем, ну, пусть будет группа Sound. Нажимаем ОК. Мы создали группу. Осталось подцепить в нее наши источники. И мы прям берем и по одному вот так вот перетаскиваем левой кнопкой мышки их на группу. Все. Группа создана и привязана. Что мы делаем дальше? Мы переходим в любую сцену, которая вам нужна, которую вы будете использовать. Вот она сцена. И, допустим, сюда мы добавляем источник группа существующей. И вот она, наша Групп Саунд. И вот они сразу появились. Все наши источники звука, которые мы можем свободно менять, перекреплять, перекреплять окна. И все будет независимо, куда бы ни добавили в какую сцену. Это три базовых так называемых шаблона. В общем-то все. Единственное, что осталось, это как настроить так, чтобы, допустим, на стриме у вас был звук и микрофона, и фоновой музыки, и ваших разговоров с какими-то там тиммейтами, с кем угодно. Но мы также записываем видео и не хотим, чтобы на запись попадали звуки микрофона, звуки музыки. Это все делается элементарно. На любом источнике звука в микшере звука мы нажимаем на три точки. Расширенные свойства аудио. И вот здесь, у каждой звуковой дорожки, абсолютно у каждой, есть, скажем, ее номера. То есть мы ставим. Игра эта у нас будет первой дорожкой. Снимаем все остальные. Дискорд пусть будет вторым окном. Музыка будет третьей дорожкой. Микрофон мы оставляем дорожкой. Получается третий здесь. Я там чуть-чуть напутал, извиняюсь, но по картинке, так скажем, можно разобраться. Я сейчас снимать галки не буду, потому что в записях у меня идет звук со всех дорожек. Мне сейчас это перенастраивать ни к чему и не надо. Я и так, в общем-то, смогу объяснить. Скидываем все галки, кроме третьей дорожки, оставляем на ней. Далее, может быть еще что-то. Мне больше не нужно, в общем-то. А у вас может быть все что угодно. Оставляем четвертой дорожкой, пятой дорожкой и, в общем-то, так далее. Все, когда мы разобрались с этим, нажимаем закрыть, переходим в настройки, настройки вывода. Здесь в настройках, скорее всего, из коробки будет режим вывода простой. Мы выбираем расширенный и появляется меню с четырьмя вкладками. Нас интересует только две. Первая, это вкладка трансляции. В вкладке трансляции мы ставим звуковые дорожки, которые нам нужны на стрим. Ну, я так понимаю, это все. Это и чаты, это и музыка, это и игра, это и микрофон и все, чтобы вы не придумали. Переходим в настройки записи и здесь мы снимаем звуковые дорожки все, кроме той, которой конкретно у нас с игрой. Это вроде бы у меня третья или четвертая, возможно, вторая. Это легко посмотреть, вы запомните, когда вы будете присуждать номера дорожкам. Все, поставили одну дорожку, допустим, со звуком игры. У меня не поставится, так как идет запись и настройки, вот они, в общем-то, все серым закрашены. Как и все, любят закрашивать серым, на самом деле, зачем-то, почему-то, но это лирическое отступление. Нажимаем применить. Окей. И все, теперь во время трансляции и записи будут разные дорожки звука. То есть на записи, на наших видеофайлах будет только изображение самой, допустим, игры и звука из нее, а на трансляции будет абсолютно все, что мы добавили. На этом все. Я надеюсь, помог. Если остались какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. Также на вопросы отвечаю на стримах. Welcome, добро пожаловать. Ссылочки, конечно же, будут в описании. Мир вашему дому. Всего хорошего. Покеда.